Ну, привет, дорогие пастыщики! Сейчас мы прогуляемся по территории и поколбасимся. И поколбасимся. Доброе утро всем. Как всегда, бабушка, мы с тобой встаем раньше всех. Папу отправили на работу, а мы с тобой встаем раньше всех. Глеб, выгони их с травки. С моей. И мы с тобой отправляемся колбаситься. Мама спит. Небо, смотрите, какое ужас. Пасмурно-пасмурно, прохладно-прохладно. Тучи везде. Тучи везде такие. Ну, может, дождь будет, может, нет. Ну, в конце концов, жара-то тоже надоело. От высоких туч ничего не будет. А если днем будет ветер, тогда он эти тучи опрятный унесет. И наоборот, дальше. А ветер сейчас начнется к дяде Вове, все тучи унесет. Ага. Ага. А те, что высоко, не только до гор доста. Да, и все. А давайте поколбасим тебя. Смотри. Смотри. Смотри, бабушка, сколько поганок. Покажу на канале. Да, вот поганки у нас прям вообще. Что это за газончик? Саша их ходит, вырывает, 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 вырывает. И вот эти поганочки, ну, везде растут и все. Да они даже там растут. Да они даже там растут. Там это флоксы облетели. Нет их там. Нет. Ой, будь здоров. А где пень? А где пень, да, растут. Да, такая таксовая богатка растут. Ага, то ли вот с семенами занесли. Вот откуда они вообще взялись, вот эти, вообще кошмар. Ой, стоит вот эта вот раскоряга маленькая. Вот две бы таких вот раскоряги. Тогда бы они уже были не раскоряги. Ой, кошмар. Монь, как кошка, как кошка научилась. Моня, шугани их всех. Улеглись все на клубнику. Моня, брыз. Да не боится. Кто ты? Так, кто ты? Назвали котят. Вот Саша предложил, штанга, это предложил, говорит, ну хоть как-то приобщимся к спорту. Гиря, штанга и турник. Гиря, штанга и турник. А давайте, говорит, их назовем гиря, штанга и турник. Вот нам теперь различать. Ну, научились немножко различать их. Они на мордах у всех одинаковые все. По пузикам. По пузикам, ага. У кого? У гири несколько белых волосинок на животике. Ну, турника, ясно как определять. Значит, это гиря. А значит, если без волосиков и без еще причиндалов. А тряпки, но выжих. И еще без причиндалов, значит, это штанга. А никто еще пришелся. Короче, у нас гиря, штанга и турник. Ой, кошмар. А смотри, эта штанга, вон какая грязная-пригрязная. Штанга, она из мазюкала. Из мазюкала вся, ага. В корне. Ага, ага. А те там, и вот край надо на клубнички. А это крыса. Ну. А мама их. Вот какая мамаша, вот такие дети. А вот, вы знаете, уже привыкли к ним. Привыкли, уже жалко их куда-то. Да их никто и не берет. Ага, ну и жалко их куда-то уже девать. Вроде как уже свои стали. Их надо прооперировать. Да и пусть живут. Единственное, что гиря, штанга, это хорошие клички, конечно. Ну, как они начнут, как Люсина. Мы вот Люсю пропустили. Эти там, да, этих кошек-то мы всех стерилизовали. И муху стерилизовали, и Масю стерилизовали. И нормально, без проблем. А вот это вот мы просто думаем, да она еще маленькая кошечка. Да она еще, ой, ребеночек. Смотрим, ребеночек нам притащил трех детей. Ага, и вот поэтому надо вот сейчас ее стерилизовать. Ей где-то месяца два-три. Да, она маленькая была, никакая. Да и даже три ей не было. Ее мальчишки замучили. Она, я же говорю, вздыхала совсем. Нам ее жалко стало. Мы ее вот выходили. А она нам в знак благодарности подарила вот этих трех оболтусов, абсолютно похожих на себя. Вот три копии свои вообще. И они, главное, вообще на одну мордаху. Надо же, я ни разу не видела, чтобы в помете было вот, допустим, три котенка и все на одну мордочку вообще. Ну вот, теперь Люсю надо стерилизовать. А потом гирю, штангу и турника. Ну, турнику-то самое просто, вжик-вжик и нету. Так зато проблем никаких нет. Они живут и живут спокойные коты. Вот так у нас сейчас живут. Они лежат, вылеживаются, едят и спят. И все. И ничего, ты в лесу спрятался? Да, за кустом. Вот травка наросла, надо вырвать до этим. Цыплятам унести. Из кустов выпрыгнул. Из кустов разбойник выпрыгнул. Ну, вот так вот мы и гуляем. Короче, мы колбасимся, да, Глебка? На улице прохладно. Ага, на улице вообще прохладно. До того хорошо. Да, а то мы эту жару не уже невыносимая. Невыносимая жара, ага, прямо ужас, Глебка. Ну ладно, погуляем немножко. Делаю себе салатик. Салатик. Ну вот он, мой салатик. Эта бабушка, пока мы гуляем на улице, нарвала травки. И мы вернулись домой, она из них приготовила салатик. Листики хочу прям вот все целиком. Вот полная такая у меня полусферка. Здесь в основном базилик. Я на улице. Монгольд. Давай, сына. Дождик начнется сразу домой. Руккола. И петрушка листики прям все обрывала. Я по хозяйству. И петрушка по хозяйству пошел. Ага, хозяин наш. И вот столько у меня получилось зелени. Полная чашечка. И вот здесь вот сейчас будет 3 огурчика, 2 яблочка. И это будет салат. Сегодня опять я хочу листики прям целыми. Я их просто со стебля пообрывала, со стебельков. И вот листики. Ну а рукколу не оборвешь. И вот она целая. Хочу так. Буду делать салат. Мой салат. Шикарный мой салат. Я играю с пупыльтом. Полная салатница. Вот играю с пупыльтом. 6 на 6. У меня еще есть 20 на 20. 5 это сибул дипул и 8. И 6, походу. 1 сибул дипул. Ну, в общем, вот это мой салатик. Конечно, классно, Глеб. Салат со сметаной. И горячий, свежезаваренный чаек. Приятного всем аппетита! Ну, вот так вот и прошел наш сегодняшний день. Ничего особенного не было. Единственное, что я начинаю готовиться. Прям готовиться, готовиться. Вот, сегодня я уже начала кое-что записывать для вас, что я готовлю. Ну, на пока выпечку. Ну, там выпечка, она из нескольких этапов состоит. Поэтому один этап сняла, записала. Потом еще буду записывать. И покажу общим роликом. Вот. И поверьте, вы не пожалеете. Если приготовите вот это, что я сегодня делаю. А вот десерт. Это был десерт. Ну, и все. Сегодня, собственно, весь, все закупки, все покупки у нас уже закончились. Мы, это, все уже, мне осталось только зелень и фрукты. Все. Ну, это уже нужно, знаете, в субботу к вечеру буквально взять и все. А остальное мы купили все полностью. Вот, теперь готовь-доготовь. Ну, не знаю. Здесь, конечно, мне будет помогать Олечка. Почему? Потому что работы очень много. Они сегодня с Сашей весь день. Да не весь день, а после обеда. Собственно, пообедали и они начали. Аквариум в порядок приводили. Рыбуляк мыли. Конечно, можно. Смотрите, кого я нарисовала. Ну, ты же сам покажись хоть, сына. Ну, и здравствуйте еще раз. Ну, ты покажись сам. Сына. Это, кажется, показалось. А сейчас, вот он, ангел. Вот, да. Прилетел. И как только услышал съемку, уже ангел лежит. Ну, да. Ну, и вот так вот. И на улице пасмурно. Я занимаюсь дома. А я целый день на улице. А Глеб целый день на улице. И сегодня Олечка, вот сейчас после обеда она с аквариумом возится. Саша ей всю тяжелую работу, значит, помог. Ну, то есть выносил воду на улицу. И заносил. Она заливала уже полностью все вот эти вот там кораблики. Да, это все она перемывает, перечищает и все прочее. Ну, вот как-то так. А там, конечно, много выносить в аквариуме. Много надо выносить. Это, я считаю, на основном на 250 литров, да. Вот, аквариум очень большой. Ну, и вот целый день вот так вот. Знаете, в канители. Вот так канителишься, канителишься, смотришь, хоп, уже время. Уже время прошло, уже день закончился практически. Ну, и вот и все. А завтра уже четверг. Завтра четверг, четверг, пятница, суббота. Ой, три дня остается. Поэтому я уже потихонечку начинаю. Надо, 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 чтобы все было вкусно, чтобы все было красиво, чтобы все успеть. Да, как вы говорите, пашить. Ну, да, пашем. Так что, ну, все, на этом я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. А это кто? Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Пока-пока, ребятки. До завтра. Не забывайте смотреть... Не забывайте смотреть наши ролики. И всем пока-пока. А воздушный? Ну ты мой золотой. Витя отходит, 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 ну шепчет. Ой, Глеб артист. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. До завтра. Пока-пока. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...